Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами уже обсуждали тектоническое оружие, которое, возможно, было использовано против страны под названием Турция. И вот выходит еще одна статья. Я сейчас, Юль, тебе ее прочитаю и нашим зрителям, и вы все поймете. Идеальное адское оружие. Мощное землетрясение в Турции случилось как по заказу. «Землетрясения и природные катаклизмы способны вызывать геофизическое оружие, но доказать его применение очень сложно», признался эксперт Владимир Прохватилов. «Тысячи раненых, убитые, пропавшие без вести, города, превратившиеся в руины в считанные минуты. И это могло стать следствием использования геофизического оружия». Такую версию выдвинул старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Землетрясение, которое произошло 6 февраля, затронуло практически весь Ближний Восток, Иран, Ливан, Иорданию, Израиль, но особенно пострадали Турция, Сирии. Как говорят сейсмологи, такого землетрясения не было около 100 лет. Однако военного аналитика насторожило то, что эти землетрясения происходят в тех местах, которые обычно называют горячими точками, где происходят те или иные этические или военные конфликты. И действительно, друзья, вот этот анатолийский разлом, который проходит практически через всю Турцию, как вы знаете, Турция, грубо говоря, это единственная сторона, которая находится и на азиатской, и на европейской части. И в Стамбуле, например, землетрясения не было. Да, но там Истамбул находится на этой стычке или нет? Вот я как раз говорю, что Истамбул как раз-таки тоже на этом разломе плиты находится, но почему-то землетрясение произошло именно в части, ближе которой Сирии, а там без конца идут военные конфликты. И там тоже типа есть это, да? Да-да-да, он потому что через Турцию происходит. Эксперт не исключил, что землетрясения и другие природные катаклизмы могут быть следствием использования геофизического оружия. Утверждать, что в Турции и Сирии сейчас было применено геофизическое оружие невозможно. Все это будет только домыслами, доказательств которых не существует. Я не знаю способов, которыми можно было бы доказать, естественные причины были у землетрясения или искусственные. Но катастрофа могла быть рукотворной, и эти доказательства, они не беспочвены. Тектоническое оружие разрабатывалось еще со времен Холодной войны. К примеру, этим занимались в США. И проект этот назывался ХАРП – High Frequency Active Aural Research. Программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволом. Что-то прям знакомое ХАРП. Да, это очень известная тема, потому что об этом часто говорят конспирологи. И как бы это, конечно же, не подтверждено все, да? Но откуда-то эта информация проскачивается. Как пояснил специалист... А, это вот самолеты тоже, ХАРП же это все такое. Да, да. Они как раз летают и, как сказать, иногда что-то распыляют. Как пояснил специалист, в полярных широтах создали мощный излучатель, который мог посылать в ионосферу ионные пучки высокой мощности. Они отражаются от плотных слоев стратосферы и попадают в заданный регион Земли. Исследователи говорили, что это могло вызвать сильнейший перегрев Земли. Ну и, друзья, вот ответ на наши вопросы. Почему, значит, у нас Антарктида, да, Северный полюс, он охраняется особо. Никто туда не может прилететь, никто туда не может приехать. Я не поняла вот это все. То есть в одном месте установили какой-то преобразователь, который может на любую точку Земли направить ионные вот эти вот, ну, как знаешь, как... А это там Америка или Россия находится? Ну, это американская установка, которая там стоит. Туда нельзя, да? Да, это получается как рентген-волны, знаешь, как вот в микроволновке. А они направлены, и можно растопить, что хочешь, сделать климат сухой, влажный, солнце. Можно также встретить утверждение в прессе, что все серьезные катаклизмы в России, Китае, Индии, Европе, Пакистане начались как раз после запуска проекта ХАРП. Но достоверность этого проверить невозможно. Как утверждало американское правительство, проект позволит ведущим исследователям атмосферы изучить ионосферу, верхний слой атмосферы Земли. Но очень быстро общественность стала сомневаться в заявлении чиновников, так как начали сталкиваться с странными явлениями, резким потеплением климата, частыми землетрясениями. Причем не только на Аляске, где осуществлялся проект, но и в других частях мира. Вот получается, когда-то Екатерина отдала Аляску, да? А теперь ее против нас используют. В частности, не раз о воздействии проекта на Венесуэлу говорил и ныне покойный президент Уго Чавес. Выражал сомнение, что исследователи изучают ионосферу, а не пытаются найти способы влияния на климат. Бывший губернатор Миннесоты Джесси Вентура. Причем Джесси Вентуру, как губернатор штата, попросил допустить его на станцию, но получил отказ. Критики ХАРП утверждали, что только проект обладает способностью посылать микроволновое излучение даже под землю, воздействуя на линии разломов земной коры. Также они говорили, что только ХАРП имеет возможность фокусировать энергию с поля на определенное место в атмосфере. ХАРП даже связывают с Ирано-иранским землетрясением, происшедшим в ноябре 2017 года, когда погибли 500 человек. Как утверждается в документе военно-воздушных сил, который гуляет на просторах интернета, изменение погоды станет частью внутренней и международной безопасности и может быть применено в водостороннем порядке. То есть, если кому-то взбредет в голову, не знаю, там обрушить ливни, сделать цунами, затопление, это, понимаете, климатическое оружие. Оно также может применяться в наступательных и оборонительных целях и даже использоваться как фактор сдерживания. Вот сейчас, да, чтобы Эрдогана сдержать в Турции, чтобы турецкий народ отвлечь от того, что происходит в мире, чтобы у России не было больше поддержки, Турции, что делают? Просто уничтожают эту страну. Способность генерировать осадки, туманы и штормы на Земле или изменять космическую погоду. И создание искусственной погоды – все это является частью интегрированного набора военных технологий. В 2013 году бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Эдвард Сноуден, а ныне гражданин России, слил секретные правительственные файлы, некоторые из которых раскрывают многочисленные глобальные изменения системы ХАРФ. Как вы знаете, Эдвард Сноун очень долго прятался в аэропорту в Российском, его не выдавали американским властям, и он слил очень много полезной информации для России. В документах подтверждается, что естественные геомагнитные волны заменяются искусственными наземными волнами ВЛФ очень низкой частоты. Они соответствуют частоте мозговых волн человека, а это может влиять на поведение человека. Член Думского комитета по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с прессой допустил создание концепции управляемой грозы, которую можно было бы использовать как оружие. Так что, друзья, и климатическое, и стихийное оружие существует, и управляемые грозы, и управляемые землетрясения, все это есть. Так что, друзья, вот такие вот новости. Пишите ваши комментарии, что вы думаете по данному поводу. Я с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте заходить в телеграм-канал Кузьминов. Там я размещаю очень много интересных и полезных видео и материалов. Всем пока!